Утро я уже позавтракала, чтобы смягчить как-то свое горло чаем, съела басурдик с паштетом. Сейчас буду приводить свою руку в порядок, забинтовывать. Мне кажется, опухоль чуть-чуть спала, но на пальцах нет, очень больно. Решили все-таки сходить в больницу. Как раз сегодня понедельник, не выходной день. Сейчас буду собираться в больницу, у нас уже девятый час. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Сильно больно меня там не сделают, потому что рука сильно болит. Еще я мазь Вишневского накладывала и много вышло гноя. Надеюсь, что скоро все пройдет, потому что уже с 8 утра мне начали звонить клиенты. Работы много, блин. Ну ничего, все будет хорошо. Собираюсь, сходим, узнаем. Расскажу вам. Вас с собой возьмем. Всем привет. Мы идем в больницу, как уже говорила. На улице уже так жарко, сейчас еще девяти нет, а уже жара. Заодно вынесем мусор. Я что-то волнуюсь, боюсь, что мне было делать больно. Так что топаем. Мы уже в больнице, мне завели новую карточку. Тоненькую я здесь очень давно не была, новую сделали. Сидим, это я вспоминаю. Здесь меня вырезали пендижит, я ломала руку, делаю рентген. Так что ждем. У нас обед, доедаем картошку. Кстати, благодаря тому, что на ноутбуке есть вот этот вот, как он называется, сенсор, короче, левой рукой на нем реально работает. Но мышка, конечно, нереально левая, она не предназначена. Правый палец, короче, нифига не дает большой, средний. Так что тем приятнее, кто кушает. Игорь тоже там все греет. У нас мама в гостях. У мамы все красивые укладки. У меня был дневной сон, очень хорошо поспала. Сходили же в больницу. По поводу больницы полный дурдом. Все друг на друга что-то перекидывают. Хирург, ну, в прошлом он был хирург, я его знаю, у меня аппендицит вырезал. В общем, травматолог он теперь. Даже не смотрел мою руку. Я зашла, сказала, что кот укусил. Он сразу мне назначает 40 уколов. Даже не смотрит. Может, у меня там царапинка или несущественно. Короче, вообще, сразу направляет меня, говорит. Я ему просто говорю, что мне, вы меня посмотрите руку. И давайте я открою, посмотрите, у меня там гной, выходит, не выходит. Как у меня там вообще состояние. Что мне делать, мазать, прикладывать. Ну, вы идите сейчас туда, на скорую. Вас положат в стационар. Зачем? Вас положат в стационар, типа, вы потом на уколы будете ходить. Вам там все скажут. Я прихожу на эту скорую, это просто кабинет. Мне там назначают. Типа, пишут, что на уколы меня и так далее. Иду в стационар. Там, говорю, вы можете у меня руку посмотреть? Просто. Не нужны мне эти 40 уколов. У меня мой домашний кот, который у меня уже почти там 8 лет. У меня не раз уже кусал. Просто, ну, вот так вот нужно сейчас это пролечить как-то грамотно. Может, антибиотики, может, какие-то мази вытягивающие. Нет, мы не смотрим. Мы сейчас вам только уколы поставим. Зашибенно. Ну, я, короче, не согласилась я на уколы. Потому что и мама, и папа говорят, это ерунда. Это если тебя чужой кот кусает, или собака, надо делать уколы. Это свой, это свой. Он в доме. И факт в том, что там, когда у кота бешенство, то, типа, вон, там, пена изо рта. Он сдохнуть даже может. Ой, чихнуть хочу. Чихнула, вернулась к вам. Ну, в общем, суть в этом. Вот. И потом что? Я пошла, мне сказали, надо аннулировать. Пошла на скорую. Они говорят, как это аннулировать? Идите к доктору. Я говорю, ну, потому что мне не нужны 40 уколов. Я ему сказала, мне нужна помощь. Мне нужно узнать, как лечить руку. Вот. Она говорит, это только он скажет. Он говорит, вам на скорую скажут. Ну, короче, друг на друга перекидывают. Вот. Я так и знала, что от этой больницы толку не будет. Не зря же родители мои жалуются на эту больницу всегда. И папа со спиной ходил. Не зря же он едет в город, чтобы потом нормально обследоваться и тратить деньги. Потому что они здесь ничего не хотят делать. Вот. Рука полегче. Боли такой сильной нет. Есть страх. Ах, все нагнетают. Папа смотрит. Говорит, рука не очень. Мама там приходит тоже. Короче, мама под речком, и папа нагнетает. Игорь нагнетает. Вот. Отрежет руку. Блин, ну, это страшно, конечно. Но 40 уколов, блин. Просто так колоть. Тут сейчас не о бешенстве речь, а о том, как ее привести в порядок. Вот. Как бы в плане снять опухоль, там, отек. Как-то так, короче. Что еще? У нас сегодня вообще с Игорем праздник. У нас сегодня день нашего знакомства, 8 лет. И сегодня еще день рождения у папы Игоря. Вот. Так что такой у нас сегодня мини-знаменательный день. Мы всегда вспоминаем этот день папы у Игоря. Хорошими, добрыми словами. Он был очень добрый, такой дружелюбный человек, который всегда любил свое день рождения. Всегда покупал тортик, что-то такое. Вот. Я даже с мамой разговаривала. Говорю, может, на ужин какой-то тортик возьмем чай попить. Ну, в общем, так. Не знаю. Мама там посмотрит, потому что я никуда не хочу уйти. Мне нужно прямо отдохнуть, потому что сил нет. И рука на себя берет. И плюс еще, конечно, простуда. Дает о себе знать. Все это... Хочется уже скорее выздороветь. Пыталась сегодня чуть-чуть работать. Кое-кому там отвечала. Кое-что делала. И Игорь сегодня, конечно, пока я дрыхла, тут загружал там товары. Помогал. Вот. Делал сайт. Очень сильно меня вручает в этом плане. И по дому что-то делает. И по работе. Вот. Как-то так. Сейчас родителям помогает. Там разрезает. Ну, такой типо полых. Для накрытия этой закрутки. Для накрытия рассады. Ну, в общем, какая-то такая у нас обстановка. Я очень слева рука держу телефон. Хочу поскорее выздороветь, чтобы не было насморка. Вот. Чтобы чувствовать себя здоровой. Чтобы рука тоже пришла в норму. Нормально вернуться в строй рабочий. Дел много. Ну, а там, как говорится, будет, что будет. Будем смотреть, анализировать. Папа говорит, давайте еще завтра посмотрим, как опухоль будет спадать или нет. Сегодня делала солевые растворы. Это делается даже в годы войны. Такие солевые растворы делали для того, чтобы вытянуть гной. Для того, чтобы как-то обеззаразить. Снять какое-то такое вот напряжение. Ну, короче, типа соль помогает. Вот. Солевые ванны делала. А сейчас хочу сделать компресс Вишневского. Я заметила, мазь это более... Ну, лучше всех вытягивает. Действительно, белый такой гной. Поэтому... Мне кажется, чуть опухоль спала, но она как будто пошла на пальцы. Ну, страшно, конечно. Всякие нагнетающие мысли лезут в голову. А стоит зайти в интернет, там вообще просто сразу пишут, что все, манкранты. Вот, поэтому стараюсь ничего не читать. Только вот про мазь читала и про солевые ванны, как делается. А так стараюсь ничего не читать. Мне Игорь говорит, ну ты что не читала? Что там пишут? Нет, говорит, там сразу такой ужас пишут, что все плохо, что все кошмар. Вот, ну, короче, вот так. А карточку, когда мне завели, знаете, мы что, написали диагноз. Укус или удар другим млекопитающим. Млекопитающим. Ся, млекопитающим. Вот такие дела. Поэтому я сегодня немножко пропала. Мы пришли из больницы, поели, потому что мы утром там быстро хватанули бутера и пошли. Покушали картошку вчерашнюю, доели. И сели там то работать, мне надо было, я говорю, всякие пароли дать, там все такое. То клиентам ответить. И мы так закружились. Я потом полежала, что некогда было выставлять в лоб. Не было сил. Еще пожаре намотались все равно. Ну, как-то хотелось прям отдохнуть. Вот так вот с вами поболтала. Вроде все рассказала. Вроде все по полочкам разложила, чтобы вы тоже были в курсе событий, кому интересно. Мы вышли с магазином, вот с этого, он башня называется, на нашей улице. Пиво набрали, чипсов. Я нам с мамой мороженка взяла. И вот мы сейчас с Игорем съедим самсу. Оттуда ужина еще долго, а нам сейчас еще в огород идти поливать. Так что топаем с магазином. Прям такой полноценный праздник вырисовывается. На самом деле у меня очень такие теплые воспоминания о папе Игоре. Я говорю, прям все как он любил. Пиво, тортик. Всегда покупал тортик, пиво. Ну и наш праздник. Мы, кстати, с Игорем познакомились. В 6 утра гуляли до 10. И потом мы дружили где-то год. Ну да, чуть меньше года дружили просто. Потом уже стали встречаться. Вернее, стали жить вместе. Сразу? Да. Так что топаем домой. Нам сейчас идти в огород. Будем кушать самсу. В огород идем, пока вспомнила. Расскажу вам сплетню. Короче, у моей бабушки, соседи спрашивают, а что, типа, уже не тут? Поправилась она? А что, она беременна? Вот, бабушка говорит, не знаю. Вот. И сегодня меня соседи видели в больнице. Мама говорит, что пудово подумают, что беременна. Блин, ну вот сплетню в деревне. Смешно так. Я рассказываю во влог про сплетню, то, что все тут думают, что я беременна. Еще сегодня меня в больнице увидели. Сто процентно беременна. Что, разве нет? С нашим праздником. Что, конечно? Разве нет. Собираемся в гости к родителям. Надо ноги помыть. И говорит, что скипятил воду. У нас есть, смотрите, такой камешек специальный. Мы сегодня ужинаем у родителей. Смотрим влог. Опять у нас влог во влоге. Еще мы сегодня будем есть тортик. Такой вот красивый. Мамку пила. Коль. У нас сегодня рыбный день. У нас сегодня рыбный день.